Во-первых, мы очень рады быть в Питере с моей женой. Вчера катались, вчера и по-вчера катались на лыжах. Молодцы. Это сильно было. А где вы катались? Игора. Да. Тут по Питеру, Мова. Ясно, да. Вот. И сегодня утром, я когда думал, о чем же мне поделиться на дискуссии, была серьезная тема одна, но я ее отставил в сторону. И выбрал еще сервис. Итак, я думаю, что мы можем начать с вами с того, чтобы отключить телефон. Итак, все, вы со мной? Вы все здесь или делаете? Да, все нормально? Хорошо. Ну и в это же. И я ты. Хорошо. Итак, 1 Тимофея, 6 глава, 6 стих. 1 Тимофея, 6 глава, 6 стих. 1 Тимофея, 6 глава, 6 глава, 7 глава, 7 глава, 6 глава, 6 глава, 8 глава. Когда я его читаю, моя душа успокаивается. Итак, великое приобретение. Итак, великое приобретение. Что это означает? Это означает, если это у вас есть, то вы великий человек. Великое приобретение. Быть благочестивым и... Каким? Доволеным. Доволеным. Когда я смотрю на лицо пастора Нурлана, значит, я вижу довольного человека. И мы здесь видим, что этот стих написан в Библии. Мало того, что он написан в Библии, он направлен пастору Тимофею. Учителем, апостолом Павлом. И он в конце своего послания говорит следующее. Ободряет своего ученика. Великое приобретение. Быть благочестивым и довольным. Книги-притчей 19 главе. Нет, извините, не 19 глава, а 30 глава. Я думаю, что вы знаете этот стиль. Пастор Шаллер, когда у него было две дочери, он часто использовал стих. У ненасытимости две дочери. Давай-давай. 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 Вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут довольным. Это означает, сколько туда не заливай, сколько не давай, все равно что? Все равно давай-давай. 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 Там нет довольства. Там нет благочестия. Я хочу сказать следующее, что довольства без благочестия не бывает. Невозможно быть довольным. Невозможно быть наполненным, удовлетворенным без благочестия. И мы с вами здесь видим. Итак, у ненасытимости две дочери. Давай-давай. Преисподняя не скажет. Преисподняя не скажет довольное. Утроба бесплодная не скажет. Добро-довольное. Земля, которая не насыщается водой, не скажет довольное. И огонь, который тоже не скажет довольное. Далее есть такой стих. Не насытится око. То есть не насытится око зрением. Это означает наш глаз. Он не насытится зрением. Он всегда будет смотреть. Дальше не наполнится ухо слышимым. Доколе существует ухо, оно будет слышать. Оно не наполнится никогда. И мы с вами видим следующее здесь. А вы Иисусе Христе? Как у вас дела? Хорошо? Хорошо. Очень хорошо. Обо Иисусе Христе сказано в песне и песне. Пятая глава. Очень интересный стих. Итак, здесь возлюбленная ищет своего возлюбленного. Итак, люди у нее спрашивают в девятом стихе. «А чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных?» Прекраснейшая из женщин. Это как мою жену спросить. «А чем возлюбленный лучше других?» И она скажет. «А чем возлюбленный твой лучше других?» И так заклинаешь нас. Слово заклинаешь, это говорит. Если вы его увидите, обязательно мне сообщите. Потому что я не могу без него. Смотрите на описание. Двенадцатый стих. Мы не будем все читать. Двенадцатый стих. Нет, не двенадцатый стих. Да, двенадцатый стих. Глаза его, то есть, того возлюбленного. О ком говорится? О Христе. Значит, его глаза. Вы знаете, глаза могут говорить о многом. Пастор Письмо, когда он работал этим дайвером, вернее, дайвером, обучал людей погружаться с аквалангой. Вот. И когда люди погружались, вы когда-нибудь с аквалангой не помнили? Один раз. Один раз, да? Вы знаете, я никогда этого не делал. Даже несмотря на то, что все на флоте было. У нас были те люди, которые в акваланге погружались. И это довольно-таки, как бы сказать, волнительное событие. Даже, можно сказать, страшноватое событие. Облачаешься во всякие вот эти вот, знаете, на здесь нужно так, здесь нужно так, на выдохе, на вдохе, одевать, то-се, пятое-десятое. Потом, когда погружаешься вниз, у тебя давление начинает на тебя давить, давить уши там и так далее. Можно запаниковать. И Бастер Исму рассказывал, что когда он погружался с теми, которые первый раз, значит, они начинали паниковать. Почти что все. Он говорит, единственное, чем я мог их успокоить, это вот взять вот так вот и смотреть им в глаза, глазами полными, значит, полными покоя, уверенности. Понимаете, да? И так он брал этого человека и, ну, я могу изобразить, да, и смотрел, чтобы тот человек, который находится под водой, успокоился. Когда он видит глаза своего учителя или наставника, который обучает ему, он тогда увидит эти глаза, в которых не теме беспокойство, который знает, что делает, и тогда этот человек, находящийся под водой, тоже начинает успокаиваться. Давайте мы прочтем по поводу Иисуса Христа. Итак, глаза его, как голуби, вы представили, да? Глаза его, как голуби при потоках вод. Кто видел голубей купающихся, да, учитесь? У нас полно их. У нас тоже полно в Москве. Итак, глаза его, как голуби, но это не голуби, вот которые у нас. Это, как бы сказать, голубки, это дикие. Это не то, что они на тебя налетают, у тебя из кармана достаешь, да, и они на тебя налетают. Это, 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 ладно, хорошо. Итак, глаза его, как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольствии. Аминь. Итак, у Иисуса Христа, я хочу сказать следующее, он связан со своим отцом. Несмотря на то, что он человек, он знает характер своего отца, он знает план своего отца, он полностью уверен в том, что завершит работу на Христе Голгофе. Мы еще раз прочтем другой стих. Итак, он, как тот человек, который имеет полное довольство и как ничто ярче описывает глаза. Давайте еще прочтем. Смотрите. Как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольствии. Когда мы чувствуем, что Иисус смотрит на нас такими глазами, мы с вами, как бы сказать, понимаем, что все в порядке. Мы понимаем, что нам нечего переживать. Мы понимаем, что если у него такие глаза, которые прошел весь этот путь, и он знает, что произошло, и он не только смотрит нас своими глазами, но говорит нам слово, подтверждая то, что произошло в нашей жизни, мы с вами, как верующие в Иисуса Христа, издавай-давай в ветхом Адаме, начинаем преображаться в кого? Благочестивый и какой? И довольный. Тайна благочестия. 1 Тимофея 3 глава 15 стих. Бог явился, как воплотил. Тайна благочестия. Бог явился воплотил, оправдал себя в духе, проповедан в народах, превознесен во славе, завершенная работа Иисуса Христа. И мы укрепляемся в этом благочестии. И мы смотрим на Иисуса Христа. Давайте еще небольшую ссылочку. Итак, Исаии, книга Исаии, Ветхий Завет, книга Исаии, 53 глава. Может быть, вы не замечали этот стих, но он очень интересный. Итак, книга Исаии, 53 глава, 11 стих. Итак, 53 глава полностью говорит про крест Голгофы. Что значит, кто поверил слышенному от нас, кому открылась мышца Господня. Вот он взошел, как росток из сухой земли, не было в невеличия, но Господь возложил грехи его, наши грехи на него, и он за преступников сделался ходатай. Смотрите, что сказано. На подвиг души своей, кто? Иисус. Своей. Он будет смотреть с довольством. Через познание его он, то есть Иисус праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Знаешь, что это означает? Иисус смотрит на свою работу, которую сделал, с довольством. Это означает, он все сделал. А значит, кто еще смотрит с довольством? Отец смотрит с довольством. Почему? Потому что он сказал с небес во время крещения, сей есть мой сын возлюбленный, в котором мое благоволение. И в 17 главе Евангелия от Матфея, на горе преображения, я полностью им, я полностью им доволен. Итак, Отец доволен своим сыном. Аминь. Сын доволен своей довершенной работой. Дух Святой открывает нам, что и Отец доволен, и Сын доволен. Иисус Христос, Его глаза, как голуби в молоке, сидящие в довольстве. И мы с вами здесь, люди, обеспокоенные этой жизнью, обеспокоенные всем, что происходит. Господь приводит нас в то место, где мы садимся и начинаем обучаться от Него. И там, в этом месте, Он не только обучает нас, но Он смотрит своими глазами довольными, которые отдыхают. И Он говорит, ребята, все нормально. Вы в правильном месте. Вы во Христе. Вы во мне. Ничего, ни о чем не беспокойтесь. Продолжайте смотреть в мои глаза. Продолжайте слышать Мое Слово. Продолжайте находиться рядом со Мною. Когда вы находитесь со Мною, вы стабильны. Когда вы находитесь со Мною, вы живете в тайне благочестия. Вы благочестивые люди. Я живу в нас. Я живу в вас. Вы возненавидели беззаконие. Возлюбили праведность. Вы, благочестивые люди, живете в тайне благочестия. И вы довольны. И мы говорим, ах, как здорово. Вы знаете, Иван 1 Коринфянам 13 глава. Мы сейчас в Москве проходим тему любви Агапа. Вы знаете, да, что такое любовь Агапа? Да? Да. И да. Характеристики этой любви описаны, некоторые характеристики описаны, как 1 Коринфянам 13 глава. Давайте некоторые прочтем. Четвертый стих. Любовь не завидует. Дальше. Любовь не превозносится. Любовь не гордится. Дальше. Пятый стих. Не бесчинствует. Не ищет своего. Не раздражается. Вы знаете, вот эти все, которые сейчас я прочитал, характеристики, не, не, да, они исходят, они исходят от довольства. Я имею в виду, любовь Агапы, она никогда не будет ущербной. Она никогда не будет завидовать. Потому что она довольна в том, что у нее есть. Отец доволен сыном, сын доволен своей завершенной работой. Дух Святой являет нам это. И мы с вами стали теми людьми, которые перестают завидовать. Знаете почему? Зачем завидовать человеку? Зачем мне завидовать, если у меня все есть? Если Бог мне дал свыше этого? Аминь. И здесь мы не говорим с вами о позиции, о высокой, низкой позиции, значит, в обществе. Здесь мы говорим о следующем, что обязательно в моей жизни должно наступить следующее, что любовь Агапы начинает действовать внутри меня в своей полноте. И я знаю, в кого я уверовал, и она действует в моей жизни. И я говорю, ух ты, я перестал завидовать. Почему? Да потому что глупо завидовать тому, у которого все есть. Аминь. И давайте закончим. Закончим или чуть-чуть? Ты покушался? Продолжай. Итак, одна из мыслей, римлянам 5 глава 5 стих, любовь Божья излилась в сердца наших Духом Святым. Итак, она есть у нас. Следующее. 1 Тимофея 3.15 мы с вами живем в тайне благочестия. То есть мы уже в этой тайне, во Христе. Мы уже оправданы. Но на практике нам нужно это, чтобы мы с вами жили в полноте жизни Иисуса Христа. И давайте мы вернемся в 1 Тимофея и посмотрим на то, о чем предупреждает апостол Павел Тимофея. Итак, 6 стих. Давайте повторим. Великое приобретение быть благочестивым и доволен. Я благочестив и доволен. У меня все есть потребное для жизни и благочестив. Аминь. Замир, у тебя есть все потребное для жизни и благочестия. Абсолютно. У меня есть. Хочу сказать следующее, что у нас нет своей квартиры. Я имею собственную квартиру. И по этому поводу можно было бы очень сильно беспокоиться. Почему? Потому что принято же, чтобы жилье свое было и так далее. А с другой стороны, Господь дал нам такой невероятный покой в этом, что Он не оставит нас и не покидит. Аминь. Вы со мной? Не оставит нас и не покидит. Но когда нужно будет дать нам квартиру, если нужно будет на этой земле, Он ее обязательно даст. А мне, Он говорит, а ты следуй за мной. Аллилуйя. И ты не будешь ущербным человеком. Почему? Потому что ты живешь в тайне благочестия. Я восполняю твои нужды. Я веду тебя дорогами праведности. И ни в коем случае не убирай с меня глаз. Потому что смотри мне в глаза. Не убирай с меня глаз. Потому что если ты уберешь их... Давайте посмотрим следующее. Девятый стих. А желающие обогащаться впадают в искушение. Знаете, что такое желающие обогащаться? Там включается рубильник. Давай, давай. Как только я убираю в своей очереди Иисуса Христа с Его довольных глаз, которые смотрят в меня и говорят, все нормально, не переживай. Пошли со мной. Я с тобою. Не переживай. В свое время я вознесу тебя, если захочу. Все нормально. Но здесь, смотрите, включается, может включиться в нашей жизни. Давай, давай. Кто скажет, какой лозунг был в Риме? В Древнем Риме. Хлеба из Рима. Хлеба из Рима. Шоу, да? Сейчас дайте нам шоу. Правильно, да? Ток-шоу, водное шоу, ледяное шоу, асфальтное шоу, авиашоу. Дайте нам шоу. Для чего? Для того, чтобы нам питаться эмоциями. А вы знаете, эмоциями никогда не напитаешься. Они всегда будут говорить, что давай, 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 давай. Вы знаете, что еще не очень хорошее? Когда эмоции говорят давай, давай, они другой рукой вытягивают деньги из кармана. Понятно, да? Эмоции говорят давай, дай, а одной рукой давай, давай, а другой деньги из кармана. Ой, не хочу быть долгим. В Москву приезжал один попрыгунчик из Америки. Не буду называть его фамилию, чтобы вы не начали искать. И потом мне были захвачены эти. Короче, якобы психолог, якобы успешный бизнесмен, якобы тот, который обучает, значит, за короткое количество времени, два часа там или три часа, как стать успешным, как стать успешным, жена подсказывает, понимаете, да? За большую сумму. Как стать успешным бизнесменом. Знаете, что произошло после этого? Значит, билеты недорогие, одни из самых дешевых, стоили 50-60 тысяч в олимпийском. А вы представьте, если это самые недорогие были, что ближе туда, что? Все дороже. Да, нули прибавлялись. Ой, сахара. И вы представляете, что произошло? Вот этот вот попрыгунчик, он там проскакал, вот эти вот два или три часа, а потом собрал эти денежки, вернее, они уже у него были собраны, в карман положил и смылся. Знаете, знаете, что говорили люди, которые, значит, посетили вот этот вот сеанс? Они говорят, мы вышли опустошенные, обворованные. Мы остались без денег, посмотрели на этого попрыгунчика, который орал там, прыгал туда-сюда, и мы вышли, мы вышли обманут. Мы, может быть, искали эмоции, которые говорят, давай-давай. И мы говорим, нам печально это слышать, и действительно печально слышать, что люди в очередной раз попались на улочку. Это плохо, так не должно быть. И здесь мы с вами видим, как апостол Павел ободряет своего ученика и говорит, а желающие обогащаться, то есть переходить в сферу давай-давай, или больше-больше, или престижнее-престижнее, здесь написано, обогащаться впадают в искушение, и в сеть, и в многие безрассудные и вредные похоти, дальше, которые погружают людей в бедствие и в пагубу. Ибо корень всех зол серебролюбие, которому, предавшись некоторые, уклотились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Вот это территория давай-давай. Там нет ничего. Это 1 Тимофея, 6 глава, 9-10 стих. Там нет ничего. Там пустые карманы, там пустая душа, там нет ничего. А Иисус своими глазами, которые как голуби в молоке плескаются, и говорит, Отец доволен мною, я доволен моей завершенной работой, Дух Святой наполняет вас. Смотри на меня, слушай меня. У тебя все нормально. Мы идем вместе с тобой. И ни в коем случае не изводи глаз с меня. Когда ты сведешь глаза с меня, может произойти так, что ты посмотришь на этот мир и станешь гоняться за всем этим, обогащаться. И там уже будут две дочери. Давай-давай, давай-давай. И жена твоя превратится в давай-давай. И дети твои превратятся в давай-давай. И ты будешь работать, не поднимая свои глаза. Давайте дальше прочтем. Но ты человек... Это хорошие новости. Но ты человек Божий. Аминь. Мы с вами люди Божьи. Убегай этого. Знаете, когда я работал там в одном месте, в Бифкеке, значит, мы стояли и увидели, как пробежала овца по центру города. Это центр города. Там КГБ здание стояло, и мы рядышком. Ну и вот, по центру города овца пробежала. Ему так, опа, вот овца. Раз, обыкновенная овца. А вот он через несколько секунд за ней распаренный такой, вот с такой красной физиономией дядька бежит. И он кричит, ловите, ловите. А мы вот с собой, да ну, и еще тут ловить кого-то. И представляете, овца эта пробегает. И он... Человек Божий. И она, знаете, такая, она такая, раз, это, смотрит за него, это, краешком глаза, смотрит, он ее догоняет. Она так, тук-тук-тук-тук-тук. И еще быстрее. И он говорит, я от самого бычика за ней бегу, не могу поймать. Знаете, что я потом спросил у этого, у пастуха, я имею в виду, проконсультировался. Человек не может догнать отцу. Не может. Хоть как, она от него бежит. Она от него бежит. Вы знаете, когда мы с вами следуем за Иисусом, мы с вами так... Чик-чик-чик. Но ты, Тимофей, что? Что мы прочитали здесь? Но ты, человек Божий, убегай этого. А преуспевай в праведности, благочестии, верности, терпении, кротости и так далее. Я следую за Иисусом. А тот, кто за мной, меня не догонит. Потому что, хотя я овца, но меня не догонит. Я следую за Иисусом. Я так, оп, убежал. Отдавай-давай. И дальше идем за Иисусом. И мы видим с вами и в нашей жизни, и в вашей жизни, что Господь останется верным до конца. Аллилуйя. И мы смотрим в Его глаза, мы читаем в Писании, и наша душа успокаивается. Мы становимся людьми, которые живут в благочестии, любят праведность, любят праведный бизнес, любят праведные взаимоотношения. И душа наша, довольны тем, что у нас есть. И мы с вами не постыдимся никогда. Аминь. Благодарю вас, Господи. Аминь. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. Спасибо.